Совещание по недопущению радикализации населения провел секретарь Совета Безопасности в Нальчике. В его работе участвовал и глава республики. Внести свой вклад в победу Фельдшрайшад Джаттоева подписала контракт с Министерством обороны России, что подтолкнула девушку принять такое важное решение. Избирательная комиссия информирует население о днях и местах проведения голосования, которые пройдут 6-7-8 сентября в России. Две тонны гуманитарной помощи отправили в зону спецоперации. Ребятам из Карачаевска груз сформирован по заявкам военнослужащих. Здравствуйте на телеканале Россия 24 в Вести Карачаева Черкесия. Клава Карачаева Черкесии в Нальчике принял участие в совещании, которое провел секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойго. Тема совещания – недопущение радикализации населения. При этом подчеркнута актуальность данного вопроса в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения радикальной религиозной идеологии, идей сепаратизма и экстремизма. Проанализированы актуальные аспекты деятельности государственных органов власти и местного самоуправления, а также институтов гражданского общества по противодействию фальсификации отечественной истории, пропаганде, ксенофобии и неонацизма, защите традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей. Особое внимание обращено на необходимость усиления работы с молодежью в духе патриотизма и приверженности российской государственности. Контракт с Министерством обороны России заключила жительница Крачева-Черкесии фельдшер Айшат Джатоева. Она не только медицинский работник, но и чемпионка мира по вольной борьбе среди девушек. Айшат Джатоева отправится на территорию специальной военной операции через два месяца. Сейчас она проходит подготовку. Айшат всего 26 лет, но она отважная и решительная. Занятия спортом воспитали в ней не только волевой характер, но наделили хорошей физической формой и научили владеть своими эмоциями, телом и ничего не бояться. Отец Айшат Джатоевой военный, и это один из факторов, который повлиял на ее решение. Примером для своих детей, у меня мальчики, чтобы когда они вырастут, они знали, что не важно, мужчина ты или женщина, но мужество должно быть внутри тебя. А сколько и мальчик? Старшему 5, младшему 3,5. Отец у меня отслужил 15 лет, он военный, он не хотел свою дочь отпускать. И мама была не против, она знала, что если я решилась, значит все, я до конца пойду. Меньше двух недель остается до выборов депутатов регионального парламента. В настоящее время представители избирательных участков приглашают жителей принять участие в важном событии. За их работой наблюдал корреспондент Артур Мхце. Представители 7-го избирательного участка региональной столицы заполняют пригласительные листки, чтобы каждый из более чем двух тысяч живущих в округе человек не пропустил важное для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии событие. Заполнив все необходимое, члены комиссии лично обходят многоэтажки, приглашают людей принять участие в голосовании по определению нового состава парламента нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы члены избирательного участка номер 7, пришли вас пригласить на выборы народного собрания. Ага, спасибо. Выборы будут проходить 6-го, 7-го, 8-го. Ваш избирательный участок, вы знаете где? Да, 7-й, детский садик. Детский садик 31. Все, ждем вас. На бюллетене также у вас написаны номера. По всем возникшим вопросам можете позвонить, вам все ответят. Хорошо. Благодаря таким визитам потенциальные избиратели узнают, когда и куда им можно прийти в дни голосования, какие документы необходимо иметь при себе, как им быть в случае неожиданного отъезда в другой регион или населенный пункт и многое другое. По указанным на пригласительных телефонах людям будет предоставлена полная информация по любому вопросу, касающемуся предстоящих выборов депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии. Раньше, например, были случаи, когда не всегда люди, избиратели были в курсе, куда они должны прийти. Да, было, было. А сейчас удобнее вот так, когда приходят и приглашают. Спасибо девочке, что пришли, пригласили. В основном нас встречают с душой, добродушно относятся люди, все-таки большая часть, особенно пенсионеры, они очень любят, они очень ждут, пока мы к ним придем, потому что из года в год мы уже свои участки знаем, своих пенсионеров знаем, мы каждый год к ним ходим. Они вот даже, когда подходит срок уже к выборам, ну все равно где-то что-то, они уже нас ждут и говорят, ой, вы уже пришли к нам, и как хорошо. Выборы депутатов в парламент республики, а также в законодательные собрания ряда муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В зону специальной военной операции ребятам из Карачаевска отправлено две тонны гуманитарной помощи. Гросс был тщательно сформирован по заявкам военнослужащих. В него вошли медикаменты, одежда, оборудование, лопаты, кирки, газовые печки, саперные лопаты, продукты питания и средства личной гигиены, а также тысячи бутылок целебного нарзана. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов отметил, что работа по поддержке военнослужащих не прекращается ни на день. Конвой с гуманитарным грузом прибудет в ближайшие дни. Уверен, что горный ротниковый напиток передаст тепло родной земли, поддержит здоровье наших бойцов и напомнит, что Родина заботится о них, верит и ждет их возвращения. Напомню, что гуманитарная помощь нашим военнослужащим, находящимся на передовой, регулярно отправляется с первых дней СВО. Все работы ведутся в рамках деятельности Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по инициативе главы Карачаева Черкесии. Уже направлено более 1 тысячи тонн груза помощи в зону проведения спецоперации. Отделение Социального фонда по Карачаевой Черкесской республике осуществляет специальную социальную выплату для более 3,5 тысяч медицинских работников региона. Выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также работникам станции и отделения скорой помощи. Напомним, с марта этого года по поручению президента России размер ежемесячных социальных выплат для отдельных категорий медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, повышены. Выплату в увеличенном размере отделение Социального фонда республики перечислило медикам Карачева Черкесии уже в апреле. Размер назначенных средств составляет от 4,5 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. Для получения выплаты медработникам не нужно самостоятельно обращаться в региональное отделение Социального фонда, подавать заявки или справки. А об этом сообщил управляющее отделение Аслан Озов. По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам Социального фонда по телефону горячей линии 8 800 200 02 61 в рабочие дни с 8 до 17 часов. Как спасатели обеспечивают безопасность туристов и альпинистов на курортах Карачева Черкесии высокий туристический сезон, рассказал начальник спасотряда республики Сергей Мыльников. На сегодняшний день на территории республики у нас присутствуют два постоянных подразделения, это в Архизе и в Дамбайе. Собственно, это те основные места, где у нас направляется весь туристический поток, связанный с горным туризмом и альпинистом. Эти два подразделения у нас на круглосуточном дежурстве и существует головное подразделение в Черкесске, которое предназначено для оказания помощи в случае необходимости для Архиза или Дамбая. За два последних месяца было проведено нашими двумя подразделениями 65 поисково-спасательных работ, это работа, которая связана последствия с травмами в горах и было пострадавших 85 человек, 83 спасено, два человека, к сожалению, погибли. Большое внимание уделяем безопасности наших туристов, для этого у нас существует регистрация туристических групп, которая нам позволяет контролировать эти группы. Мы понимаем, если группа зарегистрирована, мы понимаем, где они находятся, в один из дней, по крайней мере, мы знаем, где маршрута, откуда они начинают, по каким перевалам должны прийти и конечную точку окончания маршрута. В случае, если группа не отзвонилась, нам о том, что закончила маршрут, то наши дежурные начинают осуществлять дозвон с нашим такой группой. И если мы не дозваниваемся, то начинаем реагировать. Проект «Парк-Озеленый остров в Узжигуте» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды. Теперь федеральный центр выделит средства на преображение новой городской локации «Узжигуте». Проект благоустройства общественной территории «Зеленый остров». В Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение. Об этом сообщают в МЧС по республике. В регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом с сильным ветром. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. А на некоторых участках автомобильной дороги Черкесск-Домбай существует угроза падения деревьев. Главное управление МЧС по Карачаево-Черкесии просит жителей соблюдать меры безопасности, быть осторожными и внимательными в неблагоприятный период погоды. Далее в нашей программе смотрите интервью директора Государственного русского театра драмы и комедии Хасана Биджиева. С ним встретилась Белла Джазаева. Асан Ягубович, добрый день. Я безмерно рада видеть вас у нас в гостях, потому что вы давно не виделись. И у вас за это время много значимых событий произошло. Но вообще-то я считаю, что ваша вся жизнь – это значимое событие. Но я хочу остановиться на двух событиях. Это то, что вы стали почетным гражданином города Черкеска. А этой чести, конечно, удостаиваются только самые уважаемые граждане города. И второе – это премьера Донжуана. Пожалуйста, по порядку расскажите. Вы знаете, из всех чувств вообще людских, которые наделены мы от Бога, ну, есть любовь и прочие какие-то очень перво как бы значимые, да? А мне кажется, что все-таки чувство благодарности. Очень важно, когда человек умеет быть благодарным. Независимо от того, от степени значимости или масштабов того, что по отношению к нему сделали. Я не знаю, чем я заслужил, но мне очень приятно было, когда мне сказали и единогласно проголосовали. Спасибо мэру. Ну, видимо, вот это пошла от него, наверное, инициатива почетный гражданин. Ну, просто надо его оправдать, наверное. Это не просто какой-то формальность какая-то. Все равно, вот, вы сказали правильно, это обязывает ко многому. Донжуан. Ну, вы знаете, во-первых, классика, она всегда остается классикой, да? Вот ее можно ставить. Другое дело, сможешь ли ты это вытащить, что-то новое бы, хочешь сказать. Все поставлено, переставлено. Потому что перед этим, если вы заметили, у нас Островский, Чехов, значит, Шекспир. Это второй раз мы обращаемся к Мольеру, первый раз мы поставили тракерщицу. Из более чем полутора тысяч театров России, из регионов, заявленных на фестиваль в Москве, по линии союз театральных деятелей, из полутора тысяч было отобрано семь театров. Семь. Мы в их числе. А в этот раз, скажу честно, это конец сезона, я думал, покажу на небольшое количество людей, а в сентябре, когда сейчас новый сезон, набьет подряд, два дня подряд будем играть премьер, как обычно-то мы делаем. Я опять-таки благодарен. Вот какое-то количество человек, 150-200 человек в нашем городе, я не знаю по переписи, сколько сейчас вообще в городе живет нас, жители городских, но 200 человек, 150, это уже театралы. Они ходят к нам, они проходят через кассу, их никто не заставляет, их никто не агитирует, они приходят. Ну, в основном, женщины, конечно. И вот я благодарен. Оказалось, что такое 200 человек, это же, знаете, две трети зала филармонии. И остается там некоторое количество мест, которые для приглашенных, ну и так далее. Так что это отравлено, это хорошо, когда ходят. Касан Акабович, почему у вас всегда приглашенные режиссеры? У нас что, своих нет? Или вы сами не можете ставить? Вот почему каждый раз у нас новый режиссер? Ну, во-первых, этого требуют условия гранта. Это федеральные деньги, на которые мы, нам дают возможность приобретения, какое-то там, допустим, чисто техническое приобретение, да, там, свет, звук и так далее. А другая часть должна идти на постановку. Допустим, я как режиссер не имею права ставить на эти деньги спектакль. Я вынужден приглашать. И слава богу, у меня есть, есть кого приглашать. Вот эти все названные четыре, это пятый спектакль на грантовские федеральные деньги. Я всегда приглашаю. Первые четыре были из Москвы. А сейчас вот я решил, вспомнил своего, он постарше. Мы когда в Белиси поехали, актерский факультет, Карачевская и Черкесская студия, мы поступили на первый курс, а Абхазская студия на четвертый курс, последний. И вот через коридор, дверь в дверь, мы жили год с Абхазами. Они через год уехали, ну, мы дальше. И там был такой Валерий Кове, ну, мы его Зурик называли, почему-то там друзья так танцевали. И он стал потом очень именитым режиссером, который ставил там во Франции, очень часто приглашали. И так получилось, что когда я поехал поступать в ГИТИС на режиссерский, мы столкнулись. Он закончил, а я поступаю. Я хотел выйти на него, что-таки как-то, да, он очень дорогой, скажем, режиссер, но мне хотелось все-таки с ним столкнуться, в хорошем понимании этого, и как-то вытащить его. А получилось, что он немножко приболел, и немножко, в общем, он не очень в хорошей форме, оказался физической. Все-таки время берет свое. А мне говорят, а у него есть младший брат, Адгор. Тоже хороший режиссер, ставит по всей России. Я выхожу на него, и вот я сказал ему, вот так же, как и вам, вот эти события, он говорит, о, да, 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 да. В общем, начали выбирать, что будем ставить, хотелось бы классику. Но давайте откровенно говорить. Вся, понимаете, проблема сегодняшнего нашего театра, это кадры, кадры вопроса. Особенно мужская половина, труппы, стыдно признаваться, но пять актеров всего мужчин, это, и мы умудряемся ставить, как и Шекспиров, и Мольеров, и Островского, и Чехова. Что делать? Что делать? Очень просто. Надо просто обучать людей, посылать. В тот же ГИТИС, тот же, ну, ГИТНИК, так называемый, Ленинградское институт театра музыки, и кинематографии, да, это Санкт-Петербургский. Есть Ярославский театральный институт. Я понимаю, есть опасения, очень часто бывает, что они выезжают, поступают, и многие остаются там же, или там куда-то распределены. Да можно при желании, можно с ними такой договор составить, контракт, вот как раньше было, отработать должен, три, пять лет, не знаю сколько, потому что их обучали. Это можно? Мне просто задержало, обидно. Смотрите, в Нальчике, есть северокавказские театральные, не театральные, он культур, есть культур и искусств, называется. там преподают актеры Кабардинского и Балкарского театра. Ведущие, хорошие там, или режиссеры, преподают актерское мастерство. там отучились наши уже. И Абазинское пару раз, две студии, Черкесское, Храчайское, там нет русской студии. Вот национальные, как бы, кадры там обучаются. Ну, что получается? Но, кабардинские и балкарские студенты не там учатся, а учатся в ГИТИСе или в Щуке, имени Щукина. Они посылают учатся туда, а мы посылаем к ним. А почему? А зачем? Если они могут, почему мы не можем? Просто стоять на берегу и говорить, нет, сегодня вода мутная, она или холодная, ходить по траве никогда не научишься. Зайди один раз, и ты поплывешь. Мы, как бы, все знают, что это плохо, а никто, как бы, не решается. Предпринять нужно какие-то меры. Если рядом есть и Северокавказ, Эдгей обучают в Санкт-Петербурге, с течением я вообще не говорю. Видно, что это ваша боль. Ну, конечно. Ну, как? Вот если перевести на спортивный язык, без подготовленных футболистов можно выиграть Европу, там, что-то еще. Не знаю. Понимаете? Нельзя все время. Вот и вот приглашают легионеров со всех стран, особенно Африканских, Кения, не Кения и так далее. Вот в этом вся проблема. Если не решится кадровый вопрос и режиссеров, и художников, постановщиков, и заведующих постановочной частью, и, конечно же, актеров, вот так и будем маяться, ходить, то оттуда, то отсюда, с училища кого-то какого-то подтянуть, вот так и будем ходить. Нельзя быть, это профессия, как и медики, и все прочее, она, профессионально талантливый человек должен быть, должен иметь школу. Нельзя любого вытащить, и наше штан завтра покажет. Вы режиссер с колоссальным опытом. Я хочу узнать ваше мнение о современной режиссере. Что касается вот сейчас современных постановок, часто бывает все очень такое интересное. Даже на сцене звучит ненормативная лексика. Как вы к этому относитесь? Вот сейчас один из то, что называется на слуху фамилии Сергей Женовач. Это в театральном мире, в московском, вообще российском, он сейчас доминирует. Это мой однокурсник. Сейчас я был на съезде своих театральных деятелей, когда Калягина, вместо Калягина пришел Машков. Вот он. Я его считаю не потому, что мы вместе учились, друзья и так далее, я его хорошо знаю, он современный, знаете как, почему? Он не уходит от традиционности вообще изначальной. Это не нашим Кандова, бытовые какие-то, он любит очень Островского стать, это для меня например, это большая проблема, Островский, для меня кажется, такая длиннёты, какие-то скучные персонажи. Я посмотрел сейчас у него, это очень легкие комедии, и причем он не переодевает их в современные какие-то, нет, как есть, есть, и это я понимаю, но у них другой диалог, у них другие подтексты, актеры, они очень, вот подтексты очень важны для актера, текст, он один тот, играют разные люди, кто-то Кандова говорит, сидишь и скучно тебе, а как-то так скажут, помните, знаменитая, на дне играл значит Евстигнеев, там у него знаменитая значит фраза «человек это звучит гордо», это гордо, а он спросил, он не утверждал, он говорит «человек это звучит гордо», и все совсем другой смысл, совсем другие эмоциональные какие-то ассоциативные вообще искусство ассоциативно мы начинаем по-другому смотреть а что касается вот этих вы знаете еще раз я не консерватор там да это самое вот наше время нет но менять специально вот казалось тоже нашумевший есть режиссер один московский который выпускает просто голых актеров актрис во фраках и они играют кого-то не знаю чего просто обыкновенный голый в виде в виде во имя чего что это что это дает это вот Макрон который открывал олимпиаду ну и что самоцель лишь бы люди ходили не в этом назначение искусства там хотят того или нет вот я всегда придерживаюсь одного театре можно сделать все можно делать все кроме ну это чтоб не было кроме скуки и пошлости вот две вещи которые не должны быть на сцене остальное твоя фантазия игра актеров воображение я знаю свет звук костюмы человек приходит на праздник вы неоднократно сказали о том что у вас есть ваши люди постоянные поклонники вашего театра но вот даже их ну не говоря уже о тех надеюсь людях которые будут приходить к вам театр чем порадуете вот мы никогда не ставили местных авторов вот местной драматургии не потому что мы игнорируем но к сожалению это тоже это профессия драматургия пишущих много романы стихи повести и так далее но Лев Толстой не мог писать пьесы но есть там свет в отнесли он такой он не знал как закончить это не его это не его это отдельная профессия закончили я знаю профессиональные сценарные курсы при московском литературном институте Горького два человека это Белял Акпаев а раньше ему собачаев я с ним очень дружил хоть он старше был это выдающийся писатель вот в этом году был юбилей и никому в голову ничего не пришло даже это выдающийся его так ценили и Хасим Кулиев и Рассул Гензатор и все кто с ним с его творчеством знаком я очень хочу по его рассказам или повестям у него есть переводы есть у него свой спектакль пьеса которую мы ставили на карачаевском я играл Аймуш называется а он очень много переводил и Лопе де Векер он переводил классиков карачаевский язык может быть почему серебряные люди а почему ну в общем взять быть человеком я хочу со своими друзьями в Москве переговорить есть люди которые могут это в рамки драматургии значит ввести и поставить